Кто не знает дядю Стёпу? Дядя Стёпа всем знаком. Добрый положительный персонаж по фамилии Степанов и по имени Степан был создан советским писателем Сергеем Михалковым. Поэма «Дядя Стёпа» впервые опубликована в журнале «Пионер» в 1935 году. Спустя 82 года всенародный любимый великан из Москвы милиционер Степан Степанов становится ременчанином. Дядя Стёпа милиционер, очень добрый, позитивный, отвечавший за порядок на улицах, где ему было поручено. Всегда оказывал помощь тем, кто в ней нуждался, особенно его отношение к детям. Поэтому рядом с ним в нескольких шагах находится мальчик, которому нужно переехать через улицу Красноармейскую для того, чтобы попасть на площадь молодежи. И дядя Стёпа обязательно в этом поможет. Идея, как большинство идей, принадлежит нашему главе города Демину Владимиру Федоровичу. Он как бы так подбросил эту идею. Я немножко посомневался, посомневался, а потом подумал, а почему бы нет. Вот, она может быть достаточно интересна, поэтому она такой стала ретроспективой, что ли, в прошлое. Это вот, просить за каламбур, да. И мы как бы пытались, что ли, увидеть нашу страну в период военный, послевоенный, вот, где-то вот, чтобы был такой акцент. Мы открываем замечательную скульптурную композицию, которая, безусловно, безусловно украсит наш город и будет являться одним из его, я бы сказал, даже, может быть, таких небольших, но символов. Потому что популярность и известность вот наших вот этих вот бульчашных скульптур, она уже ушла далеко за пределы города, и, в общем-то, ее знают во всей области, и уже даже и дальше пошла эта слава. Люди сюда приезжают специально посмотреть, сфотографироваться, и, конечно же, кроме слов такого восхищения или удивления даже, ну, людей нету, потому что такого нет нигде. Скульптурная композиция с дядей Степой по сложившейся городской традиции выполнена из долговечной бронзы. На создание персонажей ушло порядка полутонны материала. Только один дядя Степа весит 350 килограмм. Маленький мальчик на велосипеде около 130. Создавали порядка четырех месяцев. Сперва делалось из глины, потом, как всегда, гипс, формовка и воск, бронза. Ну, это сложный такой технологический процесс, о котором можно говорить достаточно долго. Да, людей такого роста встретить запросто непросто, но Раменскому несказанно повезло. Встретить дядю Степу, помериться с ним ростом и даже сделать фото на память можно на пересечении центральных улиц города – Гурьево-Красноармейское. Здесь теперь дядя Степа постоянно стоит на посту, и, как в поэме Михалкова, видно его за версту. Место выбирал я, а администрация с этим согласилась. Мы вместе потом прошлись, посмотрели. Потом, ну, что на это место как-то у нас не обжито, несколько пустовато. И мы решили, что сюда надо какой-то сделать акцент, и, может быть, в дальнейшем мы его еще как-то доработаем. Марина Миткевич, Андрей Пластунов для программы «Городские вести». «Городские вести»